На полке у Ксении Обуховой вместо модных журналов книги и методические пособия, а страницы учебников заменили вкладки соцсетей. В этом году школьница заканчивает 11 класс. Впереди итоговая аттестация и экзамены. Планы наполеоновские. Собирается поступать в столичный вуз на специальность IT-технологии. Усиленно готовится даже во время карантина. Мою подготовку сейчас можно разделить на три составляющих. Это сайт «Решу ЕГЭ» и его аналоги. Это онлайн-центры для подготовки к ЕГЭ. Ну и коммуникация с моими учителями, репетиторами через социальные сети. Выпускница нашла подходящие для себя сайты. Но всемирная сеть не имеет границ, а среди бесконечного информационного потока иногда сложно отыскать и систематизировать необходимый материал. Именно поэтому телеканал «Первый Крымский» запустил проект «Домашнее задание», с помощью которого школьники могут беспрепятственно продолжать образовательный процесс. Все, что нужно – зайти на сайт телеканала и во вкладке «Проекты» выбрать необходимый урок. Доступно, легко и понятно. А главное – безопасно. В условиях самоизоляции это отличный способ заниматься, не посещая школу. Никто не отменял ни всероссийские проверочные работы, ни ОГЭ, ни ЕГЭ. Мы стараемся как учителя помочь, организовывая данное дистанционное обучение. Еще один плюс дистанционного обучения – можно повторно посмотреть запись занятия, если с первого раза материал усвоить не удалось. А проводят их так же, как в школьных стенах – от теории к практике. Обучаться на дому могут не только выпускники, но и ученики других классов. С понедельника по пятницу с 10 до 14.00 в эфире телеканала «Первый Крымский». Делайте домашнее задание вместе с нами. Наталья Жадько, Евгений Гарбузов. Утро нового дня.